Это программа Миллиардеры, в ней мы рассказываем о том, как создаются крупнейшие частные состояния и как они теряются. С вами Павел Демидович. Большая часть крупных частных российских компаний была создана либо в сырьевом секторе, либо в сфере услуг, в торговле, банковском бизнесе, телекоме. Но есть и исключения. Основателям корпорации «Технониколь» удалось вырастить за 25 лет производственную компанию, которая стала глобальным игроком на рынке строительных продуктов. О своей антикризисной стратегии, отношениях с партнерами и планах зарубежной экспансии в интервью нам рассказал президент и сооснователь корпорации «Технониколь» Сергей Колесников. Ваша компания существует уже 25 лет. За это время российская экономика прошла ряд кризисов. А как вам кажется, какой из этих кризисов был наиболее сложен как для российской экономики, для российского бизнеса, так и для вашей компании? Лично для меня был самый сложный кризис с 2008 года. В 2008 году мы встретили кризис в очень закредитованном виде. То есть высокий темп роста, который показывал экономика и строительный рынок особенностей с 2002 по 2008 год, конечно, за 6 лет напрочь отбили желание к риск-менеджменту и к сознанию риска. И поэтому были гигантские монополеоновские планы. Казалось, что рынки растут до небес и что они никогда не заканчиваются. И, наверное, жадность просто была непомерной и казалось, что фонтан будет вечным. Поэтому было очень много инвестировано в заемных средств в расширение мощностей, за что мы были чуть не наказаны, потому что мы были очень близки к банкротству. Кроме этого, мы, конечно, сделали очень много ошибок в силу того, что строилось очень много предприятий одновременно. Хотя мы покупали европейское оборудование, но многие вещи, понимаешь, только с опытом, со временем. Поэтому, конечно же, после выхода из этого кризиса, который, дай бог, был коротким и был О-образным, в 2010 году рынок восстановился. И это, конечно, было в каком-то смысле хорошим нас уроком и хорошим предупреждением. И мы осознали очень много своих ошибок, в частности, что многие аспекты даются не деньгами, а временем. Нужно тренировать навыки, нужно совершенствовать процедуры, бизнес-процессы. И фактически с 2009 года работа в антикризисном режиме не заканчивалась. И мы в 2014 год вошли в отличной форме. Мы повысили определенность труда практически в два раза. Корпорация «Техно-Николь» – крупнейший в СНГ и Европе производитель и поставщик кровельных, гидроизоляционных и теплоизоляционных материалов. Выручка за 2016 год составила 70 миллиардов рублей. Мы очень много занимались с 2009 года решения наших географий поставок. Проделывали очень серьезную работу по росту качества, упаковке нашей продукции. Сделали очень много сервисов для наших клиентов. Это портал, электронный заказ, заказ «Тен.ру», «Транспортен.ру». Мы единственная компания, которая грузит 250 тысяч в России, 40 около Украины, 15 тысяч, где-то 315 тысяч по Украине, Белоруссии и России грузовиков, транспортных единиц. Это контейнеры и вагоны примерно в год. Это примерно чуть меньше тысяч в сутки, если в среднем погоду. С помощью транспортного портала «Транспортен.ру». То есть у нас нет логистов, все заказы переспределяются между транспортными компаниями в электронном виде. Это на самом деле такой небольшой ноу-хау в области построения бизнес-процесса, информационной работы с партнерами. И, конечно же, много было всяких улучшений сделано за это время. Поэтому призы 2014 года мы фактически не заметили. И девальвация, которая произошла, фактически позволила нам заместить падение внутреннего рынка ростом экспорта. Поэтому этот последний кризис, который закончился или образный, мы очень хорошо переживаем, потому что были подготовлены. То есть если брать спортивную аналогию, если функционально вы хорошо готовы к чемпионату мира и приезжаете в хорошей форме, то, в принципе, те нагрузки, которые нужно показывать, вы воспринимаете хорошо. Поэтому кризис 2008-2009 года, с одной стороны, конечно, очень сильно нас напугал. Но, с другой стороны, подготовил к следующему кризису. И 2014-2015 год – это год, когда мы продолжали свою экспансию. Мы запустили завод Хабаровский, мы завод запустили в Ростове-на-Дону, мы запустили проект завод ПЕН. Мы не прекращали свою экспансию. И за эти два года, казалось бы, кризисные годы объема физического производства мы даже увеличили. Подчеркиваю, конечно, с учетом именно роста экспорта. Компания «Техно Николь» была основана в 1993 году однокурсниками по МФТИ Сергеем Колесниковым и Игорем Рыбаковым. В 2015 году Игорь Рыбаков отошел от операционного управления компанией. Вы основали компанию в начале 90-х годов вместе со своим однокурсником. Компания принадлежит вам на паритете 50 на 50. Это зачастую достаточно сложная история, поскольку предпринимателям через некоторое время, как, в принципе, всем людям, достаточно сложно бывает найти взаимопонимание. Вот как вам столько лет удавалось сохранять взаимные интересы? Вы абсолютно верно затронули, что два разных индивидуума находить общий интерес по огромному количеству вопросов, а у нас 50 предприятий только в области индустрии строительной, плюс у нас еще есть совместный бизнес в области бумаги, действительно сложно. И, скажу честно, мне как, скажем так, лидеру в производственной части компании, а Игорю в Рыбаковой сети, находить компромиссы было очень сложно. И по такому огромному количеству вопросов, тем более, что там есть свои семейные офисы, приходят новые сотрудники, задают одни и те же вопросы. Зачастую, мне кажется, наивные, глупые, с разным образованием, с незнанием истории, культуры компании, которая здесь уже выросла. Конечно же, это очень тяжелый процесс. И рано или поздно, конечно, наступают пределы физических, эмоциональных сил, когда понимаешь, что все вместе дело просто уже невозможно. Совершенно правильно, да. Предпринимательский период компании закончился, и я стал ощущать, что мои главные способности ей уже не так нужны. Да и мне самому стало не так интересно. Я чувствовал, что мне надо двигаться дальше в совсем иные сферы. Но процесс выхода был очень сложным, очень кризисным. Потому что вся моя жизнь прошла в Технониколь, я рожден в Технониколь. И думал, что я и есть эта компания. Компания, которая выросла в СНГ, она принадлежит нам двоим. И у Игоря, и у меня часто появляются уже собственные виды бизнеса. Это мы по тем вопросам, с которыми мы не можем договориться на общий язык. Совершенно нормально понимаем, что, в общем-то, наверное, это нормально. Мы не можем быть двумя одинаковыми людьми. И ходить в консенсус по всем вопросам. Дай бог сохранить то, что есть. Дай бог, что оно выросло. Приносят нам хорошие дивидендные потоки. Деньги делятся значительно проще, чем все остальное. А дальше, соответственно, эти дивидендные потоки. Каждый из нас, в принципе, должен и волен двигаться дальше сам. Поэтому компания сейчас стала взрослой. Задачно большим коэффициентом выплат с текущей прибыли акционерам. У меня появился свой бизнес. В частности, в Англии, Суперглаз. И в Германии. Компания Бернер, которую я купил уже на своей компании. Насколько я знаю, Игорь занимается фондом своим рыбаков. Занимается образованием, обучением. Насколько я занимаюсь свои интересы в бизнесе и в промышленности. В другой группе и в недвижимости. Так что, в принципе, я так понимаю, что у него тоже дела идут хорошо. И он в некоторой части движется самостоятельно. Поэтому присутствует, в принципе, оба элемента. Но если сейчас ваша компания заявляет о том, что вы готовы инвестировать в производство в Индии, либо в Казахстане создаете новые производственные мощности, то речь идет о по-прежнему ваших совместных проектах в рамках компании «Технониколь». Либо это частные проекты ваши, либо Игорь. Это все зависит от договоренности. Если мы договариваемся, что мы будем этот проект делать вместе, значит, будем делать вместе. Если мы не договариваемся, значит, каждая сторона будет делать отдельно. Рынок кровельных материалов мировой – 35 миллиардов долларов. Рынок теплоизоляции – 55 миллиардов. Поэтому места рынков хватит на всем. Обычно не хватает терпения, здоровья, времени и, возможно, финансов. Но с финансами сейчас более-менее у нас обстоит хорошо. Дай бог терпения. Поскольку, действительно, мне одному сложно тоже управлять обробной империей и не нести ответственность за двоих, это тоже дело морально тяжело. Вы понимаете, если ты один отвечаешь за все, из тебя постоянно спрашивают за каждую ошибку, но не ошибиться невозможно. Это то же самое, что выступить 10 раз на Кубке мира и 10 раз победить. Ну, даже фуркат не может 10 раз побежить, он победил только один раз. А у вас нет интереса к тому, чтобы войти, открыть для себя какие-то новые сферы, диверсицировать свой бизнес за пределами понятного, знакомого вам сегмента, от которого вы, может быть, просто устали? Абсолютно интересно, да. Я, на самом деле, решил пойти в новое приключение и за 25 лет первый раз решил инвестировать вне бизнеса, ну, то есть в другой бизнес, вне строительных материалов. Я инвестировал достаточно большое количество денег в добычу серебра. В 2014 году Сергей Колесников приобрел 25,5% в канадской компании Silver Bear. Основной ее актив – мангазийское месторождение в Якутии. Предполагаемые ресурсы оцениваются в 56,5 миллионов унций серебра. Не знаю почему, но внутренний проект добычи серебра мне нравится. Я не могу объяснить, есть вещи ментального характера, почему мы делаем цельные поступки. То есть, да, цифры были интересные, но почему-то я выбрал именно серебро, не золото, не цинк, не медь, а вот и всех проектов, которые я видел по майнингу. Мне почему-то ближе оказалось серебро. Это правда сложно объяснить. Но инвестиции в серебро – это все-таки достаточно традиционная для России история, поскольку это инвестиции в сырьевой актив. Многие российские крупные бизнесмены сейчас смотрят на сектор высоких технологий, пытаются войти в бизнес в Кремниевой долине в Соединенных Штатах. У вас нет интереса вот к этому сегменту новой экономики? Вы знаете, я нахожу много инновационных вещей в таком скучном деле, как стройматериалы. Поэтому все инновации, которые рождаются в моей голове, я могу и готов реализовывать в рамках развития промышленности и стройматериалов. Как это не кажется скучным, но там тоже много пространства для инноваций, как в области технологии производства, так и в области применения, проектирования и использования. То есть, эта отрасль, на мой взгляд, имеет достаточно инновационных потенциал, чтобы мои инновационные амбиции ощутить. Возможно, конечно, для кого-то это кажется скучно, традиционно и не очень инновационно, если сравнивать это с роботами или с Теслами, или с приземляющимися ракетами. Согласен, но в конце концов, это выбор каждого инвестора, у каждого есть свой челлендж, на что он готов, в конце концов, у каждого своя какая-то идея. Я далеко от мысли инвестировать в очень рискованные проекты. Когда смотрю, какие проекты предлагают эти школы, на самом деле, если смотреть статистику, там выстреливают каждый десятый. То есть, надо понимать тогда, во что вы играете. Потому что вам нужно инвестировать примерно в 20 проектов, из которых прибыль на двух окупит, условно, убытки на 18. Исходя из моего бэкграунда, когда, в принципе, может быть, даже похвастаюсь, из 40 проектов, за которые я как-то брался, условно, 38 реализовывались в очень приличной форме, и два, так скажем так, еле-еле, но окупались. Я себе позволю такую бухгалтерию. То есть, там слишком высокий риск для вас. Для меня просто практика, да, то есть, такая, чтобы можно приехать на стрельбище и только два раза попасть из 18, меня не устраивает. То есть, у меня просто свои, как бы, школы медиала. То есть, там просто своя бухгалтерия. Нужно сделать 20, из которых, там, условно, 2 или 4, там, выстрелит. И покроете, ну, даже если половина. То есть, в биатроне нужно закрывать все мишени. В промышленном и индустриальном бизнесе все проекты с коэффициентом 99% нужно реализовывать в срок, в бюджет, с хорошим качеством. И, в принципе, этот бэкграунд где-то у меня сидит в подсознании. И как только я не вижу, с какой вероятностью этот проект реализовывается, у меня становится некомфортно. Слишком сильная неопределенность. Поэтому как-то интуитивно я от них отказываюсь. Если говорить об инновациях в секторе строительных материалов, то компания сейчас инвестирует в НЕОКР, о каких суммах идет речь? В целом, как бы, инновации в нашей компании проходили по обычному сценарию. Сначала мы просто тупо подражали. Была подражательная инновация. Мы просто все копировали, не понимая, что копируем. Что нужно было научиться. Мы закупали технологии в основном в Европе, иногда в Америке. Покупали технологии, начинали повторять их опыт, производить продукты, добивались приемлемого качества. После этого у нас получился опыт, и мы начинали смотреть на те отклонения. Любые отклонения дают пищу для информации. Мы инвестируем примерно 0,4% от оборота в научные центры. В среднем, если брать по компании, в научных центрах работают от 2 до 8 человек. Мы не стараемся нормировать этот показатель, исходя из 5-3%. Мы просто разговариваем с бизнесом и видим, если перспектива этого продукта есть в течение 5 лет, и сами инженеры говорят, что вероятность хотя бы 50%, мы начинаем инвестировать. В принципе, получается, очень сильная составляющая, собственно, самих инженерно-технических составов, их вера в этот продукт. Своё первое предприятие за рубежом, будем говорить в данном случае, у нас страны Западной Европы, вы приобрели в Прибалтике, в Литве в 2001 году, кажется. С тех пор у вас появились предприятия в Чехии и в Италии. Вы можете рассказать, какой объем средств вы инвестировали в свои зарубежные активы, и есть ли у вас по-прежнему интерес к покупкам предприятий страны Западной Европы? Я вижу перспективы, я верю в свои силы, я верю, что итальянские предприятия, наши группы в следующем году, в 2017 году станут слабо положительными, а Суперглаз станет прибыльным с 2018-2019 года. Я, во всяком случае, для этого работаю. Интерес есть, поскольку рынок кровли сейчас консолидируется. Если рынок, скажем так, каменной ваты и теплоизоляционных материалов в Европе сильно консолидировано несколькими игроками, как Сангабен, Кнауф, Урса, ну, скажем так, они там практически имеют половину этого рынка, то рынок кровли, условно говоря, там представлен очень большим количеством семейных компаний, и рынок только начал консолидироваться, и вот там поучаствовать было бы интересно. И кризис, конечно, 2008 года очень сильно выбил маленькие семейные компании, и если они еще 4-5-6 лет держались, то сейчас, в силу того, что многие владельцы уже... Истачен ресурс. Имеют пенсионный возраст, имеют 75 лет, дети не особо заинтересованы в развитии бизнеса, да и денег это уже им не приносит, кроме хлопот. Поэтому сейчас, в принципе, очень многие богатые немецкие и итальянские семьи готовы продать свой бизнес по разумной цене. То есть вы присматриваетесь? Да, я присматриваюсь, не скрываю, что я, в принципе, хочу создать в Англии и в Германии собственный конгломерат компании в области производства кровли и теплоизоляции, который бы занял бы лидирующие позиции на рынке Германии и Великобритании. Сергей Колесников в конце марта приобрел частного немецкого производителя гидроизоляционных материалов – компанию «Бернер». Сумма сделки составила около 7,5 миллионов евро. Семейное предприятие «Бернер» было основано в 1882 году. В Великобритании и Германии – это более чем зелые рынки. Там не приходится ожидать темпов роста в 10-20%. Наверное, в этом смысле азиатские рынки при первом приближении оказались бы более перспективными. Интерес к Китаю, странам Юго-Восточной Азии, Индонезии, Вьетнаму, Индии вы каким-то образом реализуете, либо это пока еще слишком далекая для вас перспектива? В принципе, в вашем вопросе есть ответы. Если в Европу мы пришли в 2004 году с точки торговых операций, а активы стали покупать активно, условно говоря, с 2010 года, сейчас идет экспансия, то такой же временной график примерно у нас происходит и в Азии. Мы фактически открыли свои представительства в Китае и в Мумбаи в 2013-2014 году. Поэтому первые поставки в Китай и в Индию идут. Конечно же, мы присматриваемся к производственным активам и думаем, какие-то шаги мы сможем сделать на рубеже после 2020 года. Сравним Китай с Хабаровском, где у нас открылся завод. Могу сказать, что на сегодняшний день заработная плата в Хабаровске как минимум не выше, чем, скажем, в Харбине. С точки зрения стоимости энергии, эти регионы тоже сопоставимы. Другое дело, что у России есть проблема с подключением электроэнергии, есть проблема с инфраструктурой. То есть я в этом смысле, знаете, работаю как черепаха. Медленно, но в одном направлении. Как говорится, японское пословие, если не бегай как заяц, работай медленно, как черепаха, обращая внимание на все мелочи, набирая опыта. Потому что ошибаться нельзя. То есть это тот самый бизнес, где ошибки очень сильно выбивают. Поэтому в ближайшие 4 года это, прежде всего, и Западная Европа. Тем более, в любом случае, мне представляется сложности культурные не так легко преодолеть мне, русскому человеку, работать с немецкими менеджерами и английскими. И это будет хорошим уроком. Если я справлюсь с этой задачей, и смогу найти общий язык с нашими коллегами, с клиентами в Германии и в Англии, я, наверное, смогу осмелиться и делать следующий шаг в Азии. Потому что в Азии очень сложная страна. Мне кажется, мне сложно понять немцев с англичанами, но азиатам понять еще сложнее. Поскольку у них вообще другой тип мышления. Они торговцы в квадрате. То есть это просто торговцы в квадрате. И то, что они говорят, да, это не значит, что они говорят. Да, что они говорят, что они говорят, это непонятно. И нужно очень много времени потратить. Когда говорят нет, тоже далеко не всегда нет. И понять все, что они хотят, мне очень сложно. Вы в этом бизнесе 25 лет. А у вас не возникает желание заняться чем-нибудь другим? И если последует хорошее предложение, готовы ли продать свой бизнес? Из социальных проектов я занимаюсь развитием детского биатлона. Да, действительно необходимо что-то отдавать. Это интересная тема. Да, я нахожусь, наверное, на стадии, когда я пересмысляю собственную позицию. Я нахожусь на стадии, когда моя работа, наверное, больше, чем бизнес. И я думаю, что с возрастом я буду все ближе к позиции, что она становится просто бизнесом. Потому что я понимаю, что слишком личное отношение к компании мешает и самой компании, и мне самому. Поэтому, думаю, с каждым годом я буду относиться к собственной компании, где я являюсь управляющим партнером. И владельцам 50% отношения все будет к тому, что я готов буду ее продать. Чем старше я буду становиться, тем ближе будет такая позиция. Потому что энергии будет меньше, компания будет взрослая. И между мной, как субъектами, и компанией, как субъектом отдельным. Отношения будут превращаться как отношения между взрослым родителем и взрослым ребенком. Надо поднимать, что дороги будут расходиться. И уже силы отдать компании, свои силы. С возрастом будет все меньше и меньше. В компании будут появляться новые менеджеры, новые силы. В каком-то моменте нужно будет просто правильно переоценить, пересознать эту ситуацию и понять, что все конечное, жизнь тоже конечная. Пока даты X у вас еще нет? Пока я еще здоров, пока я могу пробежать марафон, пока я готов пробежать полтинник на лыжах, пока я готов работать 6 дней в неделю, пока сила есть. Но понимание того, что не закончится, тоже приходит. Посмотрим еще, как дети себя проявят. Компания достаточно большая, есть разные варианты продажи, в том числе через продажу части акционерного капитала, через выход на биржу. Для вас это перспектива, либо вы пока не рассматриваете такой вариант? В принципе, как вариант, если мы рассматриваем вопрос продажи, варианты делания IPO вполне возможен. Но пока не готовитесь к этому? Вы знаете, сегодняшний рынок оценивает компания ниже балансовой стоимости, поэтому выходить на рынок и получить меньше, чем она стоит по балансу, как минимум глупо. Поэтому я надеюсь, что ситуация к России, к российским активам будет пересмотрена, условно, после 2020 года. Мне еще будет 49, я еще не буду слишком стар, чтобы не справиться своими обязанностями. Надеюсь, что как только оценка будет больше балансовой стоимости и будет какая-то премия, думать в эту сторону можно будет все больше и больше. То есть, просто сегодняшний раз рынок оценивает компанию сильным дисконтом. То есть, то, что мы пережили, все, что мы сделали, вы за эти деньги, условно, компанию уже больше не построите. То есть, если даже вам дать столько же денег, построить компанию логично техно-николю с этими ресурсами будет невозможно. Ни по временным параметрам, ни по рыночным, ни по маркетингу. Поэтому компания должна стоить дороже, чем нынешние оценки. Как только я вижу справедливую оценку, об этом можно будет говорить. Это была программа «Миллиардеры». Вы смотрите РБК. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Телевизор постоянно орет на нас. Новости вызывают беспокойство. Интонация ведущих в тревогу. Репортажи – агрессию. Мы привыкли к этому, но так быть не должно. Я, Павел Селин, не буду кричать на вас. Я хочу говорить с вами на одном языке и по-человечески рассказывать о том, что произошло за день и что это значит для всех нас. Поэтому мы делаем истории дня каждый вечер без 10.7 на РБК.